Аудиокнига Джованни Бокаччо, Декамерон. День шестой, повесть девятая, читает Мария Соловьёва. Гвидо Кавальканти под видом безобидной шутки наносит оскорбление флорентийским дворянам, которые сделали попытку застать его врасплох. Как скоро королева увидела, что Эмилия уже отделалась, и что за исключением того, кому было предоставлено право последней очереди рассказывать кроме неё больше некому, то начала так. Обольстительные дамы. Сегодня вы рассказали по крайней мере две повести, которые я сама собиралась рассказать, но у меня осталась в запасе ещё одна. И вот в конце этой повести приводятся слова, глубокомысленнее которых я ещё не слыхивала. Итак, надо бы вам знать, что в старину город наш славился прекрасными и достохвальными обычаями. Однако ж, ни один из них не сохранился, и обязаны мы этим ничему иному, как сребролюбию, которая всё усиливалась по мере того, как люди богатели. И вот оно-то старинное обычае искоренило. Среди прочих обычаев был у нас и такой. Знатные флорентийцы, проживавшие друг от друга поблизости, образовывали общества, которые должны были состоять из определённого числа членов, и следили за тем, чтобы вступающие имели полную возможность ради общества тряхнуть мошной. И согласно уставу, нынче ты, завтра он, словом, все по очереди, у каждого был свой день, приглашали к себе всё общество. Причём нередко угощали и знатных чужестранцев, равных как и других горожан. Кроме того, раз в год все они одинаково наряжались. По высокоторжественным дням вместе катались по городу. Время от времени, главным образом по большим праздникам, или когда получалось радостное известие о победе, либо о чём-нибудь подобном, устраивали состязания. Среди таковых обществ было общество Мессера Бета Брунулески, куда сам Мессер Бета и его сотоварищи всячески старались заманить Гвида, сына Кавальканта да Кавальканте. И заманивали они его неспроста. То был один из лучших знатоков логики и выдающийся натур философ. Но как раз эти его качества не представляли для членов общества большой ценности. Их привлекало в нём то, что это был очаровательный человек, красноречивый, честного поведения. За что бы он ни взялся, а брался он только за то, что пристало порядочному человеку. Всё делал лучше всех. Вдобавок он был страшно богат. А уж какой почёт оказывал Гвида тем, кого он уважал, этого язык человеческий не в силах изобразить. И всё же Мессер Бета не достигнул своей цели. Не достигнул же он её по собственному мнению, равно как и по мнению его сотоварищей, от того, что Гвида любил оставаться один на один со своими мыслями и сторонился людей. А так как он до известной степени был приверженцем эпикурейцев, то простой народ полагал, что размышляет он только о том, можно ли доказать, что бога нет. Как-то раз вышел он с Орту-Сан-Микеле на Корсо-дель-Ядимари и двинулся по направлению к Сан-Джованни. То был его обычный путь. А вокруг Сан-Джованни было тогда много больших мраморных и всяких других гробниц. Теперь они находятся в Сантор-Эппарата. Словом, тут тебе и порфировые колонны, и эти самые гробницы, и запертые двери Сан-Джованни. По площади же Сантор-Эппарата проезжали верхами Мессер Бета и его приятели. Заприметив межгробниц Гвида, они сказали друг другу, «Давайте позлим его». Гвида шел, ничего вокруг себя не замечая, а они, пришпорив коней, сделали вид, что чуть на него не наехали, и заговорили с ним, «Гвида, ты предпочитаешь нашему обществу одиночество? Но даже если ты откроешь, что бога нет, то какой тебе от этого прок?» Гвида, заметив, что они окружили его со всех сторон, выпалил, «Сеньор, у себя дома вы вольны говорить мне все, что вам вздумается». Затем оперся рукой на одну из гробниц и с поразительной легкостью перемахнул через нее, хотя гробница была достаточно высока, и, очутившись в недосягаемости своих собеседников, пошел от них прочь. Те сначала в недоумении переглянулись, а потом стали говорить, что Гвида спятил. В его словах нет где никакого смысла. То место, где они сейчас находятся, не принадлежит ни им, ни кому-либо еще из горожан. Скорее уж Гвида может на него притязать. А мессер Бета им сказал, «Сами вы спятили, раз не уловили смысла в его речах, ведь он с помощью немногих слов и в учтивых выражениях нанес нам чудовищное оскорбление. Вникните в его слова, и тогда вы поймете все. Эти гробницы – дома мертвецов, ибо туда кладут мертвые тела, и они там лежат. Он же называет их нашим домом, намекая на то, что мы, равно как и прочие невежды и неучи по сравнению с ним и с другими просвещенными людьми, хуже мертвых, и потому, находясь здесь, мы находимся у себя дома. Спутникам мессера Бета, уразумевшим, наконец, что хотел сказать Гвида, стало стыдно, и больше они к нему не приставали, а мессера Бета признали за человека догадливого и сообразительного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!